В Хакасии завершается строительство жилья для тех, кто потерял все во время сильнейших пожаров этой весной. Остался последний поселок. С ним было больше всего сложностей. Сроки затянулись, но проблемы решаются. Кто-то вот-вот получит новые дома, кто-то уже обживается. Своими впечатлениями новоселы поделились с нашим корреспондентом Дмитрием Толмачевым. Хакасский поселок Шира в результате апрельских пожаров пострадал сильнее всего. Здесь сгорело почти 400 дворов. Сейчас географию большого пожара можно изучать по этим новым однотипным домам. Наиболее пострадавшая часть поселка фактически построена заново. Вот так изнутри выглядит один из проектов домов, построенных для погорельцев Хакасии. Это отдельная топочная. Здесь прихожая. Дальше достаточно просторный коридор. Потолки под 3 метра. Стены из газобетона. Проверить, как материал сохранять тепло, пока у владельцев не было возможности, поскольку температура пока не опускается ниже 0 градусов. Но вот по ощущениям, когда в верхней одежде заходишь в помещение, сразу становится жарко. Владельцы уверены, так же тепло в этих стенах будет и предстоящей зимой. Несколько месяцев большая семья Еремеевых не собиралась вместе за обеденным столом. В новый дом они въехали неделю назад. Конечно, зашла в дом. Рада до безумия. Потому что сделано все хорошо. Комнату. Каждому дети выбирали. Комнату ходили, какая. Ну как, не мерзнете вы здесь? Нет. Здесь все хорошо и уютно. Некоторые погорельцы сомневались в качестве новых материалов и в мастерстве строителей. Теперь, заезжая в дома, радуются, что их опасения не оправдались. Я очень рада, что у меня именно попался этот застройщик. Они сделали все отлично, сделали все хорошо. Вот я была в других домах, мне, честно говоря, качество не понравилось. А вот у меня, вот даже, вот посмотрите, обои поклеены, даже стыков нигде не видно. Во дворе у Валерия Мачнева, кроме нового дома, уже есть бани и почти готов гараж. На стройматериал ушла часть денежной компенсации, которую семья получила после пожара. Хватило и на мебель. Вот здесь у нас детская, тоже уже оборудована все. Ребятишки счастливы, рады, спят на новых местах, кроватей. Двое детей? Двое детей у нас, мальчик и девочка. Ну ничего, нравится. Теперь у каждого свой стол, своя кровать, свой шифонер, свои полки. Все свое. Поселок Шира, пожалуй, единственный в Хакасе, где строительство домов для погорельцев затянулось до сих пор. Главная причина – слишком большой объем работы для того, чтобы подключить дома к центральному водопроводу, пришлось тянуть километры новых сетей. По Шира не было центрального водопровода в тех улицах, которые были утрачены. Было у нас 220 домов под центральным улицем потеряно. На сегодняшний день эти дома все с центральным водопроводом. Сколько пришлось сетей дополнительно тянуть? Около 7,5 километров. Только по центральному микрорайону и по микрорайону Иткульске 5,9 километров. Некоторые дома по сей день не заселены. Судя по всему, впереди еще много работы. Облагораживать участки, асфальтировать улицы, устранять недоделки. Как обещают подрядчики, бригады останутся на участках. И после того, как объекты будут окончательно сданы, чтобы оперативно реагировать на все жалобы. Новоселов. Дмитрий Толмачев, Сергей Буркеев, Александр Каченко. Первый канал. Хакасия.